Ну вот у меня есть медаль, она, правда, не совсем по теме, которую мы проводим, но пускай будет хотя бы этот приз Покажите мне Давайте я сейчас покажу Подмет Вот, потому что я ее как раз хотел, но вот у нас такие вот даются медальки, она здесь такая другая И первое место, здесь вот еще бывает написано, ну за что, за какие заслуги, вот на этой оборотной стороне Вот такой российский флаг, вот первое место, видите, написано И я хочу ее вручить тем из вас, кто самый любознательный, читающий, эрудированный человек Кроме того, что вы здесь еще и трудитесь, ну нужно еще и много знать, стремиться к знаниям Вот такой медаль Смотрю, у Фроси глаза загорелись Да, так сказать, уже... Да, ну ладно, давайте посмотрим Тема будет не связанная с космосом А тема, которая связана с... Я уже повторял, с религией, ну вы, наверное, знаете это слово Историей И многое уже в этом лагере вы, наверное, уже и вам рассказывали, читали, занятия были Я поэтому вот проведу такую викторину Здесь 100 вопросов, но я выберу очень такие легкие вопросы, чтобы можно было ответить всем Итак, давайте начнем Ну давайте у нас такой вопрос такой Мусульманская молитва, намаз, в течение суток должна совершаться два раза, три или пять Руку поднимать Пять 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 Кто ответил пять, правильный ответ Это пять Так, значит, вот вам нужно сейчас запоминать свои правильные ответы То есть сколько, вот кто пять назвал, пальчик загибает и что? Запоминает, что в него один балл То есть все должно быть честно, не жульничаем Сколько вопросов там всего? Ну вообще стой, я выберу немного Да, вот наверное, дядя Никите, надо это как-то сфиксировать, чтобы у нас не было здесь А то у нас... Вы иначе начали попросить Да, такое может случиться Потому что за медаль куда всех вы хотели? Нет, да У меня у тебя сегодня еще Нет, у меня вообще Вы иначе начали спросить Да, я пишу Не разговариваю Так, ну что, второй вопрос Итак, внимание Аналог Рождества в мусульманском мире называется Мирадж, Навруз, Ночь, Предопределение Кто знает? Ну вот это очень интересно, вы знаете, да? Так, пожалуйста Ночь Ночь, Предопределение Мираж Мираж Так Ночь Ночь Мираж Ночь 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 Вот кто... Ночь Кто ответил... Ночь Так, все, хорошо Кто ответил... Ночь, Предопределение, это правильный ответ Это как раз в мусульманском мире считается аналогом Рождества христианского Так Ну вот здесь я... Несколько вопросов первые идут именно по исламу Ну то есть это тоже нужно знать Давайте вот... Еще один вопрос Последний Что означает ислам в переводе на русский? Добродетель, покорность или дорога в небо? Дорога в небо 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 Как один повторил, сразу все хорошо Дорога в небо Дорога в небо А вот и неправильный ответ Я еще не ответил Какие выборы? Ну давайте уже все Покорность Покорность? Да А я не услышала Правильный ответ действительно Один Так, хорошо Теперь следующее Сейчас перейдем уже к другой части А потом уже... Священной... Вы знаете все, что такое иудаизм? Да, конечно Замечательно Тогда ответи на вопрос Священная книга иудаизма Коран, Евангелие или Талмуд? Коран Ой, стойте Все, ты ответила Все, все, все Тихо Какие еще? Какие еще? Коран Есть Так, если ответили, потом уже все Все? А какие еще есть? А я зачитал Внимательный быть Внимательный Коран Евангелие и Талмуд Талмуд? Евангелие! Евангелие! Из трех вариантов Я не говорил Я первый сказал Я тоже Я сказал Евангелие Я еще ничего не говорил Мне вы ответили, что вы знаете, что такое иудаизм Правильно? Правильно Я не сказала Правильный Лагеристан Евангелие И замечательные ответы Так, ни у кого правильного ответа нет Иудаизма Это Талмуд Я сказал Священный Потом уже, когда всех попросили и руку туда не поднял Я тогда не понял Никто не понял Так, все, внимание Итак, внимание Христианство В христианстве благовест Это звон Понятно? В христианстве благовест это звон В один колокол В три колокола Или во все колокола Итак, что означает благовест? Это вот когда Знаешь, что в храмах, в церквах ударяют колокол Это что означает благовест? Звон в один колокол звонят В три колокола Или во все колокола? В три В три В три Во все Во все В три В один Так, ты сказал еще раз, повтори. А ты вместо... Я сказала один. Один. Ты и ты правильно. В один благовест это один колокол. Так, внимание. Что означает Пасха в христианстве в переводе с еврейского ветхозаветного языка? Что означает Пасха в христианстве в переводе с ветхозаветного еврейского языка? Ответы. Прохождение мимо, благая весть или воскрешение? Воскрешение. Итак, внимание, еще раз. Что означает в переводе с еврейского ветхозаветного? Вот здесь нужно такие знания. Понятно? Еще раз внимательно. С еврейского ветхозаветного. То есть это означает, которое относится к евреям. Вот, еврейский Пасхи. Прохождение мимо. Буквальный перевод. Благая весть или воскрешение. Вот здесь именно я делаю, так сказать, акцент именно на то, что это перевод с еврейского для ветхозаветного, для евреев. Итак. Благая весть. Благая. Благая весть. Благая весть. Благая весть. Так. Ну, это еще раз. Какое это? Воскрешение. Ага. А вы? Воскрешение мимо. Ну вот, два человека ответили правильно. По-еврейски означает прохождение мимо. Нет, ты сказал, что это что-то у Благовестского. Я сказал. Я правильно сказал. Значит, считается. Значит, у меня тут есть. Ага. 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 Так, вот сейчас у нас здесь очень интересный вопрос. Вы знаете, кто такие ребята славяне? Славяне, да? Славяне? Ну, к славянам относимся и мы, русские. Белорусы, украинцы. Это все славяне. Так вот, смотрите, такой интересный вопрос. Первоначально славяне. Трапезу ставили роду и рожаницам. Это, ну, трапезу. Это было, так сказать, язычество. Клали требы упырян и берегинен, молились главным образом Богу Перуну. Это до христианства в среде. То есть у славян не было единого Бога. Они молились разным богам. То есть язычники были. И вот сейчас нужно ответить. А чему они молились? Кто у них был, так сказать? Что это за боги были? И вот первое, что они делали, значит, трапезу ставили роду, это, ну, бог, так сказать, их божок, и рожаницам. Ну, рожаницам это те, кто рожает, так сказать, женщины. Это первое. Второе. Клали требы упырян и берегинен. Это тоже такая нечисть. И третье. Молились главным образом Богу Перуну. Итак, пожалуйста, кто из вас, может, читал что-нибудь? Последнее. Последнее. Это у нас Перун. Про Перуна. Последнее. Так, Левика. Последнее. Перун. Последнее. Последнее. Перун. Перун. Это у тебя? Перун. Так, ты не поднимаешь руку, надо быстрее поднимать. Перун. Перун. Так. Перун. Ну, вот здесь у вас явно, так сказать, не знание этого вопроса. Они клали требы упырян и берегиням, это правильный ответ. Здесь нет ответа. Так. Так, теперь. Друг за другом. На каком континенте, по мнению ученых, зародилась жизнь человека? Азия, Австралия или Африка? На каком континенте, по мнению ученых, зародилась жизнь? Азия, Австралия или Африка? Вот. Ну, это у нас есть и все. 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 что там появилась дикая пшеница, так как считают, что дикие люди занимались убирательством и охотой. И что культуру они начали производить после того, как несколько зерен пшениц посадили случайно, и они зашли. Интересно. Итак, кто ответил «Африка»? Это правильный ответ. Та-дам! У меня целая рука. У меня четыре. У меня четыре. У меня нету. Итак, внимание. Следующий вопрос. Земля Ханаан. Так древние евреи называли что? Палестину, Израиль или Македонию? Итак, понятен вопрос, да? Еще раз. Земля Ханаан. Так древние евреи называли Палестину, первый вариант. Второе. Израиль и третье Македонию. Израиль. 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 Как? Израиль. 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 Македонию. Палестина. Палестина. Все, у тебя? Палестина. Палестина. Правильный ответ у нас два. Это Палестина. Канаан – это Палестина. А мне пять. Пять. А мне пять. Нестор знает, что Фрося начитанная. Итак, внимание. Следующий вопрос. Итак, чужеземцев называли варварами. Жители именно этой страны. Вы знаете, кто такие варвары? Так, замечательно. Так вот, ответьте, пожалуйста, чужеземцев называли варварами жители именно этой страны. Первое, Греция, второе, Египет и Римская империя. Итак, Римская империя. Греция? Греция. 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 Это нечестно. Ничего нечестно. Греция. 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 Кто первый ответил? Я. Удивительная вещь. Греция. Правильный ответ Греция. Не честно. Давайте, ты в последнюю очередь будешь отвечать. Не честно. Я сказал, мы все повторили. Я просто подумал, египтяна не вряд ли бы так стали называть. Так называли чужеземцев в Риме. Так, кто-нибудь про рыцарей что-нибудь читал? Да. Средние века изучал. Так, хорошо, давайте попробуем. Этот рыцарский духовный орден был в Европе известен как орден рыцарей храма. Кто они были? Орден госпитальеров. Первое. Второе. Орден тамплиеров. И третье. Тевтонский орден. Повторите, пожалуйста, вопрос. Вопрос. Этот рыцарский духовный, духовный орден был в Европе известен как орден рыцарей храма. Первый вариант ответа. Орден госпитальеров. Второе. Орден тамплиеров. И третье. Тевтонский орден. Пожалуйста. Второе. Так, второе. Это орден тамплиеров, да? Госпитальеров. Госпитальеров. Так, подожди, подожди, это последнее. Госпитальеров. 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 Вера. Секретеры. Так, ладно. Последнее. Последнее. Второе. Второе, его муж сломавес strived. Абонина. Первое. Один. Огни три. Фросию не спросили. Огне не светило. Огни не светило. Огни не светило. Второе. Мне старается еще надо спросить. Трития. Отсажаясь третья. Что слушается. А сильного? Тихо. Скажите, кто второе стоит? Второе. У тебя, у тебя, у тебя, у тебя. Второе. Правильный ответ по цифре 2. Это орден тамплиеров. Орден тамплиеров. Так, внимание. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, ребята. Вторая по численности верующих. Мировая религия. То есть какая мировая религия по численности вторая, занимая второе место? Христианство, мусульманство, буддизм. Итак, понятен вопрос? Какое количество людей верующих занимает второе место? Не первое, а второе. По численности верующих людей. Понятно? Давайте, итак, вариант ответа. Ну вот, первое, христианство. То есть у него первое, второе место у христианства. Мусульманство первое или второе место по количеству людей и буддизм. Итак, все понятно, да? Первое. Так, а можете называть там буддизм, мусульманство или христианство? Христианство. Так, христианство второе. Христианство. 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 Мусульманство. Христианство. 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 Потому что мусульманство там, предимы католики первое. Знаете, как это не печально, но христианство оно занимает третье место. Второе? Второе место? А, третье? Третье. Первое занимает мусульмане, второе – буддисты. Но это все христиане. Поэтому буддистов больше, чем христиан. А мусульман еще больше. Ага. Не, ну мусульман тогда. Так, значит, никто не ответил правильно. То есть, иди на христианство. А так много лет, иди на католику. Так. Так. Итак, вот это вопросик, связанный с Николаем Коперником. Он был, кстати, монахом. Ну, католическим. И он, к тому же, создал такую, ну, скажем, гипотезу, теорию, что наше солнышко в центре, а не земля в центре. Николай Коперник. И вот такой вопрос. Почему Николай Коперник избежал преследования инквизиции? То есть, все те ученые, которые, они, кстати, все из монахов были в основном, вот эти ученые, знания, которые получали, они были в монастырях в то время. И вот этот монах, он написал книгу, что оказывается, земля, которая до исследований тех ученых была поставлена в центр мира, а затем все планеты, которые мы с вами наблюдали в телескоп, они вращаются вокруг нашей Земли. Но когда он поразмышлял, ну, скажем так, вычислил математически вот эти, значит, расположения планет и, так сказать, обнаружил, что оказывается, не так все дело обстоит. И написал книгу. И вот такой вопрос. Почему Коперник избежал преследования? Да, и инквизиция, она преследовала церковный суд, который преследовал такие инакомыслия. Почему он избежал наказания? То есть, вот эти инквизиции. Он смог убедить всех в своей правоте, это первое. Затем выход книги совпал с его смертью, и он прятался в надежном месте. Итак, первый вариант еще раз. Он смог убедить в своей правоте. То есть, он всех убил, переключительно. Земля в центре, вокруг, Солнце в центре, вокруг вращается Земля и все остальные планеты. Ну, и вот он это все, значит, умел убедить. Второй вариант, это выход его книги, вот с этой его теорией, совпал с его смертью. То есть, просто он уже умер, и книгу принесли его уже мертвым. То есть, она вышла уже безумно. То есть, его уже не надо будет исследовать. В суд вызывать. И третий, он прятался в надежном месте. Ну, вот здесь книжки нужно считать. Есть варианты ответов? Вот кто, кто хочет ответить, пожалуйста, у тебя. Второй вариант. Второй вариант. Второй. 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 А, прошу, какой? Первый. Знаете, ребята? Если кто читал. Кстати, это в школах в обычных изучается. Только два еще после него человека тоже добивались. Это 1543. Это Мартин Купер и Галилео Галилея. И они тоже добивались того, что он был прав. Да. И это был 1543 год. Когда это вышла его книга. И в этом году Николай Коперников ему правильный ответ номер два. Итак, внимание, следующее. Книгу Экклесиаста написал кто? Давид, Соломон, Моисей. Книгу Экклесиаста написал Давид, Соломон или Моисей? Моисей. Моисей. Соломон. Соломон. Соломон, все? Моисей. Моисей. Что здесь? Моисей. Моисей жива раньше. Итак, да. Ну что ж. Прости опять блесного знания. Так. Соломон написал книгу Экклесиаста. Так, кто написал? Ответил Соломон? Я тебя не спрашивал, да? Нет, спросил, спросил. Соломон, кто? Ответил Соломон, правильный ответ. Девять. Так, внимание. Слушайте внимальный вопрос. Согласно библейской легенде, когда Соломону явился Бог и пообещал выполнить его просьбу, Соломон попросил, что? Славы, мудрости или счастья? Можно, можно? Так, тихо. Так, подожди, ты сейчас знаешь, тогда будем начать. Я знаю. Счастья. Мудрости, мудрости, мудрости. Поздно. Давайте вот так не менять мнение. Мудрость. 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 Ты персовала. Не перути. Да. Наверное, вам ее не хватает. Правильный ответ. Мудрость. Так, внимание. Следующий вопрос. Новый Завет был написан на арамейском языке, первый вариант, на древнееврейском языке, второй вариант, или на древнегреческом? Итак, вопрос почитать? Новый Завет знаешь? Нет. Не знаешь Новый Завет? Он вопрос не понял, он думал, что наизусть. Вот он был когда написан? Новый Завет был написан на каком языке первоначально? На арамейском, на древнееврейском или на древнегреческом? Все слышали варианты от этого? Новый Завет. Так, давай. Древнееврейский. Древнегреческий. 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 Подождите. Древнееврейский. Древнегреческий. Древнегреческий. Древнегреческий? Нет. Еврейский? Да. Древнегреческий. Древнееврейский. Да, Фрозия. Новый завет был написан на древнегреческом. А до ветхий завет был написан на древнегреческом. Так, кто ответил на древнегреческом, тот ответил правильно. Правда, а почему? А у кого больше всего баллов? Вот он бросил, и весит. Ну, вы, наверное, сами уже слышите, кто правильно отвечает. Надеюсь. У тебя так нет весит? Нет, у меня 7. Так, все, у меня нет весит. У нас в России 10. У меня тоже 10 лет. Хорошо, все, молодцы, считайте, там откладывайте дальше. Так, следующий вопрос. До принятия на Руси христианства Новый год начинался когда? Летом, осенью или весной? Новый год до принятия христианства на Руси. Так, давай. Осенью. Осенью. Летом. Летом. Где мы? Осенью. Осенью. Зимой. Осенью. 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 Весной. Весной. Правильный ответ, весной. Это я знаю. А я не знаю. Первое марта. Весной. После начала, но влезет. Так, а теперь такой вопрос интересный. Откуда пошел обычай наряжать елку на Новый год? Из Германии, из России или из Америки? Тихо, 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 тихо. Тихо. Тихо все. Итак, Германия, Россия, Америка. Германия. 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 Какая Германия? Германия. Очень много. Ну, не знаю. Это Германия. Свет есть! Я первый. Так, внимание. Следующий вопрос. Праздник крещения по-другому называют богоявление, водоспас или пятидесятница? Постойте, повторите, пожалуйста. Еще внимательно слушаем. Праздник крещения по-другому называют как? Первое – богоявление, второе – водоспас и третье – пятидесятница. Богоявление. Богоявление. Так, есть? Богоявление. Богоявление. Водоспас. Нет ответа. Богоявление. Богоявление. Водоспас. Богоявление. 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 Водоспас. Богоявление. Богоявление. Правильный ответ, конечно же, Богоявление Кто ответил? Пожалуйста, объясни Это потому, что Когда было крещение Иисус Висот скрестился Был глаз с неба и Дух Святой Это как бы явление Троицы Так, совершенно верно Так, не спать Так, вот интересный вопрос Связанный сейчас с католиками Ой, что спит, что ли? Ну-ка, вставай Да, спать хочешь Пусть Внимание, как не называют Папу Римского Как не называют Папу Римского Как не называют Папу Римского Наместник Иисуса Христа Князь апостолов И раб рабов Внимание, как не называют Папу Римского Еще давайте ответы Наместник Иисуса Христа Первый Второй Князь апостолов И третий Раб рабов Божий Как не называют Папу Римского Раб рабов Божий 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 Неправильно. Ты правильно. Первое. Нет. Его не называют князем-апостолом. Так и подумайте. Князем-апостолом. Сейчас за стороны. Соня упадет сейчас. Так. Соня. Давай. Так. А теперь смотрите. Большинство... Вы знаете, что такое? Кафедральные соборы. Да. Кафедральные соборы. Это храмы, церкви. Так вот, такой вопрос. Большинство кафедральных соборов строят крестьянских в форме башни, в форме креста или в форме купола. Да, в крестьянских. Кафедральные соборы христианские, которые вы посещаете. Итак, еще раз ответы. Башня. Крест. Купол. Сtu tape... Если посмотреть сверху на все эти храмы, то вы увидите крест, конечно, в форме креста. Все соборы в виде креста. Давайте сейчас уже будем закругляться. Нет, не закругляйся. Какие-то еще интересные вопросы. Вы когда-нибудь слышали слово «Варфоломеевская ночь»? Нет, не слышала. Хорошо, ладно, тогда мы это пропустим. Я ничего не могу. Давайте немножко историю, исторических вопросов. Вы знаете египетские пирамиды у нас есть? Скажите, пожалуйста, египетские пирамиды в наше время сохранились под какими городами? Фивы, Каир или Мемфис? Я не знаю. Где находятся эти пирамиды? Я знаю. Ну, кто знает, тут и у нас эти соревнования идут. Кто и родил, они все. Итак, Фивы город, где вот эти большие египетские пирамиды. Каир и Мемфис. Итак, Фивы первая, второй Каир и третий Мемфис. Давай. Фивы. Фивы. Мемфис. Фивы. Я последняя. Так, правильно. Мемфис. Каир. А я? Говори. Давай сейчас. Давай сейчас. Мемфис. Не сторчет. Не сторчет у нас. Не сторчет у нас. Итак, правильный ответ город Мемфис. Даааа. А библейские есть там, чтобы они отвечали? Гастер огорчился, что мало знаний знает. Гладиатор Спартак был родом из Македонии, Капуи или Фракии. Итак, внимание, еще раз читаю вопрос. Знаменитый гладиатор Спартак, все знают, наверное, Спартак, был родом откуда? Из Македонии, второе Капуи и третье Фракии. Итак, пожалуйста. Македония. Так вот, Спартак был из Фракии. А вот скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой был? Тихо. Тихо. Цицерон. Цицерон. Слышали о Цицероне? Нет. А какой-нибудь библейский, чтобы они библию-то слышали, читали. Можете свой какой-нибудь, свой какой-нибудь сейчас придумать. Так, ну можно... Тихо. Такой вопрос, на который я не буду называть ответы. Давайте последний. Последний вопрос. Последний вопрос. Последний вопрос, да. Сколько всего апостола было у Иисуса? 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Все руки подняли? Да. Так, все, просим. 82. 72. Ты чего говоришь? Ну, считай, 70 апостолов, которые он послал, чтобы проповедовать сам сыр. Было. Сколько было? Я сейчас сердце выключу. В огонь вечером упадет. То есть надо было более конкретно сказать? Надо более конкретно. Ну, вот если всего апостолов, то есть всего, то их было, конечно... Как он сказал. Да, да. А если более конкретно, то тогда можно считать 12. Так, ну, теперь давайте подведем некоторые итоги и посмотрим, кто больше правильно... А кто его последний раз правильно обвязал? Чешно. Ну, можно засчитать себе. Если просто нужно более конкретно было вопрос задать. Нет. Так, ну, вот давайте... Как вы думаете, кто из вас, ребята, больше знает ответы на вопросы? Кто больше эрудированный? Вот сами просто сейчас выберите. У меня 13. Нет, нет. Вы просто сейчас слышали ответы... Ты чего? Тихо, тихо, тихо. Максим. Не правда. Вы сейчас слышали ответы всех ребят. Кто из вас... Так, внимательно. Вы вопрос слушайте внимательно. Кто из вас, ну, как вы считаете, более эрудированный? Кто на большее количество вопросов? Я знаю. Прося. Прося. Еще кто? А он говорит, что Миша. Мне 15. Я сейчас говорю не об этом. Я говорю сейчас о том, кто из вас больше правильных ответов. Миша. Прося. Так, есть еще? Кто? Прося. Прося. Агния. Прося. Так, ну, что? Видите, даже... Прося. Ну, что ж. Да, ты всегда брошь. Так, ну, я думаю, что, несомненно, прося очень эрудированная, учитанная и в нем было большинство ответов. Ну, давайте тогда вручим ей медальку. Да. Вручим медальку. Ну, что ж, давай. У нас еще, может быть, будет? Натя. Иди сюда. Натя, ее медальку вручаем. За знание. Спасибо, Господи. А он знает, что у него 15. Ну, все. Спасибо, Христос. Спасибо. Спасибо, Христос. Спасибо, Лев.